Всем привет! Сегодня приготовим фантастические шоколадные вареники с вишней и творогом. Подавать их лучше всего с сахарной пудрой, хотя можно сделать и сладкий соус со сметаной. Будет очень вкусно и ароматно. Ох, вишня! Для шоколадного теста нам нужно смешать 50 граммов какао и 450 граммов муки. Хорошо это все перемешать. Добавляем небольшую щепотку соли, она поможет нам раскрыть все запахи, да, и тесто будет непресным. Вводим яйцо. Пару чайных ложек растительного масла и 300 миллилитров кипятка. Очень быстро заводим тесто, чтобы яйцо не свернулось. Ох, какое уже шоколадное, посмотрите, красотень! Воду не всю, в воду всю сразу не добавляйте, мука разная у всех. Может уйти чуть больше или чуть меньше воды. У меня может даже больше уйти. Судя по всему. Тесто получается мягкое и очень шоколадное. Дадим ему остыть и отлежаться. Для шоколадных вареников чаще всего я использую две начинки. Творог. У меня вот такой жирный, 9% пастообразный. И замороженная вишня. В творог добавляем сахар. У меня ванильный сахар. Столовую ложку примерно добавлю. И пару-тройку ложек обычного сахара. Все хорошо перемешаем. Вот и вся начинка. Для лепки тесто можно раскатать в пласт и вырезать кружочки. Но я воспользуюсь старым, бабушкиным способом. Раскатаю в такой жгут. Скатаю, вернее. Нарежу на кусочки, которые буду раскатывать. Обычно нарезанные кусочки теста я накрываю пленкой, чтобы они не подсыхали. Вот так вот раскатываю кружочек. Берем начинку, сейчас творожную. И формируем вареник. Как видите, муку для работы я даже не использую. Бабушка всегда мне вот такой вот косичкой делала. И я люблю такие вареники. Все очень просто. Ну а для вишневых вареников сначала насыпаем в кружочек сахар. Потом добавляем несколько вишенок. И точно так же соединяем. Первая партия нашего шоколадного безумия готова. Иду варить. Друзья, я всегда выкладываю вареники и пельмени на полотенце. Так они к ним не пристают, не прилипают. Уже проверено миллион раз. Не нужно ни подпулять, ни мука, ни пленка. Ничего так не помогут совершенно спокойно лежать вареником и пельменем, как полотенце. Такой вот простой лайфхак. Готовим вареники в кипящей воде. И варим их минут 5. Шоколадный цвет не вымывается при готовке. Посмотрите, какие они красивущие. Пахнет шоколадом на весь дом. Прям шоколадное блаженство какое-то. Готовые вареники посыпаем сахарной пудрой. Хотя можно приготовить, как я уже говорила, соус со сметаной. Очень вкусно, друзья. С вашего подорона. Мне попался с творогом. Вот так легко и просто можно приготовить фантастические вареники. Где-нибудь у нас с вишней-то должны быть. Ну-ка. А вот и с вишенкой. Красотень. Приятного аппетита, друзья! И приходите в гости завтра. Будем дальше готовить по нашему меню. А кто не видел еще меню, присоединяйтесь. Каждую пятницу у нас выходит меню с обзором продуктов, которые мы купили на целую неделю для ужинов. Все, друзья, я с вами прощаюсь. Пока!